Всем привет! Вы смотрите канал Данила Кулеша и сегодня мы с вами поговорим про слухи, которые собрались вокруг новой прошивки от компании Apple iOS 8. Итак, поехали! Субтитры делал DimaTorzok Все в одной программе прямо сейчас разрабатывается компанией Apple. Это главный экран программы. Каждая карточка в HealthBook является вкладкой, отображающей данные в соответствии со своим заголовком. Порядок отображения вкладок карточек можно сортировать по своему усмотрению. Напротив заголовка оперативно обновляется актуальная информация. Например, количество шагов или текущий пульс. Возможности HealthBook по определению химического состава крови являются самыми неожиданными и необычными, так как большинство фитнес-трекеров нынешнего поколения не имеют такой функциональности. Как именно это будет реализовано, вопрос открытый, но очевидно, что Apple понадобится добавить в свои устройства как минимум один дополнительный сенсор. Логично предположить, что этот сенсор будет ключевой особенностью iWatch, но точно не новой модели iPhone. Из скриншотов и прочих данных становится очевидно, что HealthBook будет способна следить за сном пользователя, определять его фазы, составлять графики и предлагать практические советы по улучшению сна в целом. Столь серьезные массивы данных невозможно получить, используя технологии, имеющиеся в устройствах Apple нынешнего поколения. Чип M7, считающий ваши шаги без вашего ведома, способен рассчитать пройденное расстояние и потраченные калории. Но это лишь десятая часть функциональности HealthBook, поэтому очевидно, что программе потребуется взаимодействовать как минимум с дополнительными сенсорами, либо с внешними устройствами, способными передавать такие данные на iPhone. Не так давно iTunes Radio признали третьим по популярности потоковым музыкальным сервисом в США. Собственно говоря, география распространенности iTunes Radio весьма ограничена, поэтому подобное достижение можно считать очень даже существенным. Однако в Apple собираются закрепить успех. В планы компании входит не только появление новых стран, где будет доступно iTunes Radio, но и выделение музыкального сервиса в отдельное приложение в iOS 8. iTunes Radio было запущено в сентябре одновременно с релизом iOS 7. Потоковый музыкальный сервис от Apple доступен пользователям Mac, PC, iPad, iPod и iPhone, и также Apple TV. iTunes Radio с самого момента запуска является составной частью стандартного приложения музыка в iOS, а на компьютерах доступна из iTunes. По слухам, в Apple намерены исправить текущее положение вещей. Выделение iTunes Radio в отдельное приложение даст Apple крайне важное преимущество в борьбе с другими потоковыми музыкальными сервисами. Во-первых, оно будет доступно прямо с домашнего экрана, как, например, клиенты Pandora или Spotify. Во-вторых, это приложение будет предустановленным. Таким образом, пользователи сразу же после покупки устройства под управлением iOS получат доступ ко всем возможностям iTunes Radio без необходимости загружать конкурирующие решения или, по крайней мере, смогут испытать возможности сервиса от Apple, прежде чем обратиться к аналогам в App Store. Если подобное приложение действительно появится в составе iOS 8, то его интерфейс, вероятно, останется предельно похожим на музыкальный плеер. При этом следует ожидать появления некоторых небольших, но полезных функций, которые активно применяют конкуренты. Также разделы плеера и музыкального сервиса сделают iTunes Radio еще более привлекательной площадкой для рекламодателей. Иными словами, хотя выделение iTunes Radio в самостоятельное приложение пока остается на уровне слухов, этот шаг является крайне заманчивым для компании Apple. Слухи о том, что Apple разрабатывает собственную платежную систему, ходят уже давно. По словам генерального директора компании Тима Кука, мобильные платежи были одной из главных причин появления сканера отпечатков пальцев Touch ID в iPhone 5s, представленном в сентябре прошлого года. «Сфера мобильных платежей одна из тех, в которой мы серьезно заинтересованы. Она стала одной из причин появления Touch ID», сказал Тим Кук. В то же время Кук заявил, что на данный момент ему нечего предложить пользователям в этой области, однако выразил свою готовность не останавливаться на достигнутом и продолжать развивать существующую платформу для оплаты различного контента в App Store. Ранее издание The Wall Street сообщило о разработке новой системы мобильных платежей в Купертино, которая будет использоваться не только для покупки приложений музыки и прочего, но и в реальной жизни. Например, с помощью своего смартфона вы сможете расплатиться в магазине одежды или в ресторане. Если Apple сможет привязать ко всему этому еще и сканер отпечатков пальцев в iPhone, платежная система корпорации станет по-настоящему революционной. Будем ожидать это нововведение в новой прошивке от компании Apple iOS 8. 9 августа 2011 года компания Apple выпустила голосового помощника Siri. Спустя три года голосовой помощник Siri таки не получил поддержку русского языка, поэтому в новой прошивке iOS 8 ждем русификацию голосового помощника Siri. Также на сайте Apple появилась информация о том, что WWDC 2014 пройдет со 2 по 6 июня в Сан-Франциско в Калифорнии, в Москон-Вест. Поэтому уже на WWDC 2014 ждем анонс новой прошивки iOS 8. А на этом все. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на группу ВКонтакте, ставьте лайки под этим видео. Всем спасибо за просмотр. Пока!